Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Иннастейшн, и я подумала, что давно не было видосов на моем замечательном фоне с плакатами, поэтому сегодня я снимаю на данном фоне. В этом ролике мы с вами сравним подделку косметики Dior с оригиналом, причем подделку я заказала с Valberts по мега бюджетным ценам. Если вам понравится такой эксперимент, не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал и пишите в комментариях, что мне проверить в следующем. Первое, с чего мы начнем нашу проверку, это хайлайтер. Как вы знаете, у Dior есть популярный хайлайтер, оригинал которого стоит 5300, там 4 рефила, и этот хайлайтер большего размера, он примерно размером с мою ладонь. Подделка же Dior выглядит следующим образом. Этот хайлайтер стоил 264 рубля. Производители прям постарались, они постарались максимально сделать подобные рефилы. Кстати, это 0, первый оттеночек. Называется бренд Magic Casa и написано 4 Highlighters. Корпус у хайлайтеров прозрачный, в принципе, как в оригинале. Здесь нет серебряной окантовки, здесь есть наклейка, которая нам дает такое какое-то напоминание отдаленное на хайлайтер Dior. Здесь также 4 рефила, но они гораздо меньшего размера, чем в оригинале у Dior. Плюсом данные хайлайтеры имеют на рефилах розочки, чего у нас нет в оригинале, и пленочку. Давайте с вами рассмотрим рефилы поподробнее. Здесь у нас 4 оттенка. Белый, бронзовый, розовый и ближе к коричневому. В оригинале данные хайлайтеры можно смешивать и получать какой-то просто невероятный оттенок. Сейчас проверим, что в подделке. Итак, пробуем наносить на пальчик. Вот так вот выглядит белый оттенок, больше такой рыжеватый пудровый, бронзовый прям темные блестки и розовый. Давайте теперь попробуем сделать свотчи. Вот таким вот образом выглядят свотчи. Что я могу сказать? Розовый оттенок максимально коралловый, то есть он не выглядит как на рефиле. Здесь у нас прям коричневый, пудровый такой, больше рыжеватый и белый хайлайтер. Текстура очень легкая, хорошо тушуется, то есть хайлайтеры сразу становятся бледнее. Конечно, у них такое не суперское сияние, как на рефилов, но в целом за 264 рубля пойдет. Я бы скорее использовала эту палетку как все-таки тени, потому что слишком яркие оттенки. И, конечно, с оригиналом не сравнится. В состав оригинальной палетки, которая называется Dior Backstage, входят также 4 рефила, но они есть в разных оттенках. В данном случае у нас оттенок 01. Давайте попробуем сравнить с самым бледным оттенком от Dior Backstage. Туда входят два хайлайтера белого и золотого цвета и два вида румян. Розового и бронзового оттенка. В принципе, похоже на данную штучку, но по нанесению совершенно другой эффект. К сожалению, в данный момент мне не удалось приобрести оригинальные хайлайтеры от Dior, потому что их нигде нет в наличии, но я вставлю вам кадры, как это смотрится. И они оставляют за собой деликатное сияние, максимально невидное, скорее, знаете, такое бликовое, которое очень хорошо видно на солнце, в отличие от этих хайлайтеров, которые оставляют слишком яркий оттенок. И даже при растушевке мы будем видеть розовые, коричневые, пудровые и так далее оттенки. Далее мы с вами сравним оригинал и поделку теней от Dior. Что я вам могу сказать, я заказала два одинаковых оттенка, просто совершенно идентичных. Поделка с Вальберис и оригинал. Оригинал у нас стоит 5500, а поделка 334 рубля. Совершенно разная стоимость. Производители постарались повторить даже упаковку картонную. Но здесь у нас совершенно другая надпись. Можно обратить внимание, что на оригинале, коробочку я, к сожалению, выкинула, внизу написано Dior, а здесь написано Guicami, какой-то бренд, видимо, китайский. Guicami Backstage. То есть на оригинале у нас Dior Backstage, здесь Guicami Backstage. И сзади также можно заметить очень много китайского языка, но при этом нам обещают те же самые рефилы. В оригинале у нас коралловые оттенки 0,07, а в подделочке это 0,3 оттенок. Итак, давайте посмотрим по граммовке. 0,35 и здесь 0,35, 10 грамм, 10 грамм. Все одинаково по граммовке, одинаково по рефилам. Максимально похоже по расположению, максимально похоже по оттеночкам. Вот такая вот картина нас ждет сзади. Это очень интересно сравнивать. Здесь у нас написано большими буквами Dior, то, что я говорила, серебряная зеркальная окантовочка. Здесь у нас тоже серебряная зеркальная окантовочка, но написано Guicami. Начнем с оригинала за 5500. Ну, конечно же, превосходное качество пластика и рефилов, которыми я вовсю пользуюсь. На самих рефилов у нас присутствуют надписи Dior и также есть хайлайтер и праймер. Палетки 9 рефилов. Все они примерно в одной цветовой гамме, хорошо сочетаются между собой. Невероятно стойкие текстуры, которые долго держатся. Классно то, что в оригинале тени очень хорошо тушуются, очень хорошо ложатся. Нет никаких комков, они не скатываются и их можно нанести как плотным покрытием, так и более бледным, нежным. В состав палетки для глаз входит праймер, как я уже говорила, который усиливает стойкость. И 8 пудр. 8 теней, которые можно использовать в качестве теней или подводки. 3 мерцающих и 3 ультрапигментированных матовых оттенка, которыми можно украсить веки. Хайлайтер и скульптурирующие тени. Что касается гуеками нашей подделки. Здесь все расположено подобным образом. Можно заметить, что на рефилах есть буквы, но это не Dior, это тот самый гуеками. Тут также есть праймер, кстати, который находится, смотрите, под пленочкой. То есть пленочку мы эту можем снять, в оригинале такого нет. Здесь такой квадратик клейки у нас прозрачный. И у нас отличается очень сильно хайлайтер. Здесь это просто набор больших белых блесток, которые, скорее всего, будут некомфортно сидеть на глазах. Поэтому я бы рекомендовала эти блестки без подложки точно не использовать. Что касается оригинала от Dior, тут мелкие мерцающие частички, которые прямо сейчас, кстати, находятся у меня на глазах. Мы их также чуть позже с вами сравним вблизи. Они никак не мешают и не попадают в глаза, они не осыпаются. Крупные же блестки всегда имеют свойство осыпаться. Для начала давайте просвотчим не оригинал, а подделку. Что я вам могу сказать? Праймер очень жирный, очень неприятный на ощупь. И вот так вот он смотрится. Слишком отдает ржаной. Так, пробуем блестки. Как я и говорила, блестки просто термоядерные. Это не хайлайтер. Это нужно наносить точно на подложку. И просто так на глаза я вам это делать не советую. Далее коралловый оттенок. Такая пудровая легкая текстура. В общем, наносим все остальные и сравниваем с оригиналом. Что касается праймера в оригинале, он вообще не жирный. Он имеет более плотную текстуру. И нужно прям постараться, чтобы с ним переборщить. Как видите, цвет уже более приятный. И тушуется он хорошо. В отличие от данного, который забивается явно в поры. Ну и хайлайтер. Тут, по-моему, все вообще очевидно, что это два совершенно разных оттенка. Ну что, сверху у нас сводчи от подделки. А снизу у нас оригинал. Ну, как вы видите, они попытались сделать некоторые цвета максимально похожие. Например, третий и четвертый оттенок. Здесь они вообще решили все поменять. Вместо фиолетового они сделали какой-то оранжевый. Вместо светящейся такой блестящей бронзы они сделали матовый коричневый. Также пудровый они сделали ярким. Сделали металликом. Добавили зачем-то розовый, а не коралловый. В общем, оттенки отличаются, решать вам. Но я однозначно за оригинал. Также, что я еще заметила, в оригинале у нас более острые углы квадратов у рефилов. Следующее, что я взяла на обзор, это подделка духов от Dior. Оригинал я также не купила, потому что я пользуюсь другими духами. Но мне будет очень интересно посмотреть на набор, который я нашла на Wildberries. Набор стоил всего лишь 400 рублей. Упаковка более-менее презентабельная. Белая коробочка, здесь есть ленточка, за которую мы подтянем, и откроются наши духи. На обороте, или в данном случае это перед коробкой, изображены все духи, которые нас ждут. Нас уверяют, что это оригинал духов просто в более мелком формате, то есть 5 мл. На коробочке написаны духи, которые нас будут ждать, и написано, что якобы это сделано во Франции. Я не знаю, так это или нет, как вы думаете, обязательно напишите в комментариях. Что мы получаем в наборе? Первое, что я вижу, это то, что нам в подарок положили маску. На самом деле маска, скорее всего, китайская, самая обычная, сзади все написано на английском. Маска с медом, скорее всего, какая-нибудь увлажняющая для всех типов кожи. Ну и, конечно же, вот так вот выглядят прикольно сами духи. Что мне понравилось? Что здесь есть даже тюбик духов, который похож на блеск для губ, который мы с вами позже сравним оригинал и подделку. Также здесь есть очень известный аромат Miss Dior. Кстати, малютки вот такие вот я видела в улыбке радуги, но вряд ли это Dior. 5 флаконов различных, с различными ароматами. Первый флакончик, который я достаю, прозрачный, с пупырками. У него очень интересная крышка. Сейчас мы с вами посмотрим, как она открывается. Все блестки сразу осыпались, уже говорит про качество флакона, но мы флакон открываем. Здесь нет никакого абсолютно дозатора. Смотрите, как он открывается. Все сразу вываливается, отваливается. По аромату сразу очень ярко выраженный аромат. Это у нас аромат Dolce Vita. На упаковке это написано, на самом же флаконе нет. Из чего делаем вывод, что это точно не оригинал Dior. Такой восточно какой-то древесный аромат, мне он кажется дешевым или ароматом, который носят прям взрослые женщины. Я бы сказала так. Я бы его однозначно не рекомендовала. И плюс смотрите, как все осыпалось сразу все после первого же применения. Я этим духам ставлю 5 из 10. Мне не очень. Давайте смотреть следующее. Следующий аромат Miss Dior. Тот самый аромат, который знают многие. Тот самый флакон, который видели многие. Ну что, упаковка уже получше. Да, у меня до сих пор остались блестки после предыдущих духов. Здесь никаких блесток нет. Здесь просто минималистичная прозрачная упаковка. Сами духи какого-то желтого оттенка. И есть бантик на крышке. Опять же таки, нет никакого дозатора. Все вот так вот. И нюхаем. Ой, это уже другой аромат. Это уже более сладкий прям персик. В общем, знаете, это должны быть цветочные духи в оригинале. Настоящая такая классика женская. Мне это напоминает персик. Также я вижу, что здесь очень криво наклеена наклейка. Эти духи мне понравились. Я бы, наверное, сама даже такими пользовалась. Им я поставлю 8 из 10. Все-таки не пахнет дорого, как должен пахнуть Dior. Следующие духи у нас без названия, но вы точно видели этот флакон в оригинале. Он очень популярный. Смотрится стильно. Тоже жалко, что нет никакого дозатора. 5 миллилитров. Открываем нашу башенку и смотрим. Точно не мой аромат. Слишком сладкий. Слишком насыщенный. И не могу понять, какие духи мне это напоминают. Но это точно не подростковые, не детские духи, не женственные. Я этому аромату ставлю 4 из 10. Точно не мое. Далее идут духи, которые называются Hypnotic Poison. Вот это уже интересно. Может быть, это роза. Красная, бордовая упаковка. Цвет духов не виден. Сам флакончик маленький. Также без дозатора. Просто открываем крышку. Тут уже у нас женственность. Более строгий аромат. Вот этот аромат больше похож на диоровские духи. Это не цветочный, не сладкий аромат однозначно. Больше такой какой-то, спиртовой. Я ставлю этим духам 9 из 10. Потому что они больше похожи на дорогие духи. И тот самый последний флакончик, который выполнен в виде блеска масла для губа Диора, называется Диор. И непонятное слово дальше. Ладно, здесь никакого названия нет. Сам флакончик прозрачный. Если честно, по упаковке он мне нравится больше всего. Здесь у нас сделано подобие, опять же таки, как на блеске. Диор, Кристиан Диор. Все выглядит реалистично. Ой. И все опять ломается, смотрите. Просто ужас. Вот качество плохое. Ой, здесь у нас, кстати, интересная штучка, смотрите. Видимо, я ее не открутила до конца. Прикольно. Чем-то мне напоминают эти духи какой-то из ароматов. Наверное, вот этот. Прям очень похожий. Возможно, это одно и то же. Мне нравится, что духи отдают розовым оттеночкам. Пахнет цветочками. Приятный достаточно аромат, сладкий. Ему я поставлю 8 из 10, но упаковка страдает. Под все духи в коробочке есть место. Вы можете это также аккуратно сложить. Здесь ничего нет. Это самая обычная пластиковая подложка. Как вам этот набор? Учитывая, что он стоит 400 рублей, в целом нормально. Но это явно не Dior. Кстати, 100 мл оригинальных духов от Dior стоит 14 900. Дальше самое интересное, что мы с вами будем проверять, это два масла для губ. Один из которых у меня в оригинале, другой подделка. Оригиналом я полностью довольна. Им я пользуюсь уже несколько месяцев. У меня оттенок Cherry, по-моему. Да, Cherry Oil 012. Просто потрясающе подстраивается под губы. И я заказала тот же самый оттенок Swabris. Здесь у нас ничего не написано про Dior, но максимально похожая упаковка. Написано также Lip Glow Oil. Написано, что здесь также 6 мл. И написано, что это тот же самый оттенок Cherry, только он тут 15, а здесь 12. Ну что, давайте сравнивать. Погнали. Они попытались сделать максимально похожую упаковку, но что я могу заметить? Вы видите это? Оттенки абсолютно разные, хотя написано, что это Cherry. Сейчас будем разбираться. Итак, погнали. Здесь они постарались очень-очень повторить надпись, но что-то пошло не так. Мы все равно видим, что надпись отличается по шрифту. Крышка вроде похожа, но нет той самой пимпочки. В остальном упаковка идентична, но здесь более острые углы у квадрата, чем у оригинала. Оригинальное масло стоило 4 500, а подделка 370 рублей. Погнали сравним. По открытию открывается более жестко, и вот так вот выглядит сам флакончик. Здесь у нас открытие идет более мягкое, вообще не слышное, и вот так вот выглядят флакончики со стороны. Здесь прозрачный под цвет упаковки, здесь серебряный под цвет крышки. Давайте сравним кисточки. Так, плотная большая кисточка в подделке. В оригинале она более большая, как мы можем заметить, более пушистая, но по структуре они очень похожи. Вообще, в чем суть этого бальзама масла? Оригинал оснащен супертехнологией пробуждения цвета за счет того, что вы его наносите. Он сначала такой прозрачный, а далее он подчеркивает цвет ваших губ, при этом делая супер увлажнение. Смотрится этот бальзам на губах невероятно. Я его просто обожаю и однозначно оригинал. Тварь, который мы сегодня с вами посмотрим, это подделка с Wildberries тинта от Dior. Оригинальный тинт стоит 4 500. Это же за 120 рублей. По идее, вообще в оригинале обещают всегда, что бальзам наполняет губы увлажнения, что держится до 6 часов. Что же ждать от 120 рублей, я не знаю. Упаковку они постарались сделать максимально похожей, зеркальной, но, понятное дело, никакого слова здесь про Dior нет. Здесь написано Drawfoo. Это, видимо, китайский бренд. Сам тинт, сейчас я вам вставлю, как выглядит оригинал, достаточно хорошая копия, но все равно не то. Все равно не то. Они попытались сделать ту самую пимпочку, но непонятно вообще, какой оттенок, что нас ждет. Открываем и получаем вот такой вот прям ярко-розовый тинт. Давайте попробую его нанести. Ну, явно не Dior'овский цвет. По текстуре наносится, как обычный вазелиновый, какой-то мягкий бальзам. Аромата не имеет вообще никакого. Здесь, кстати, за 120 рублей не так-то уж и много помады, совсем чуть-чуть, я бы сказала, на пару раз, потому что я уже вот немножко сводчи нанесла и уже как будто бы ее стало гораздо меньше. Мне этот цвет абсолютно не нравится, он смотрится дешево. Не знаю даже, для каких макияжей он подойдет. Я этому тинту ставлю 2 из 10, ну, вообще не то. Ну что, друзья, вот такой вот ролик у меня вышел. Я надеюсь, что он вам понравился. И если это так, то я буду рада увидеть в ваших комментариях, как вам такая моя новая рубрика? Делать ли проверки оригинал против подделки? Еще. Самое, что прикольное, что мне очень понравилось, что на Валберис очень много можно найти китайской подделки. За счет этого мы с вами еще и можем посмотреть, стоит ли какие-то товары покупать на Валберис, а не тратиться, например, на оригинал. Кой товар вам понравился и понравился ли вообще? А я на сегодня с вами буду прощаться. Сегодня с вами была я, Инна Стейшн. И всем пока-пока.